Здравствуйте! Вы смотрите программу Республика. Информационная картина пятницы в репортажах наших журналистов. В студии Галина Титарчук. По данным Чувашстата, индекс промышленного производства в январе-мая 2013 года по соотношению к такому же периоду прошлого года составил 85%. Многие предприятия сократили производство продукции, но есть и такие, где наоборот открывают новые цеха. На одном из таких предприятий побывал сегодня премьер-министр Иван Моторин. Вот так за считанные минуты немецкая установка раскатывает днище из стали. Этот станок внедрили в производство недавно, но огромные растраты он оправдал меньше, чем за год. Раньше листы на предприятие завозили из Германии, сейчас варят здесь же. Экономия налицо. Свой материал стоит в 10 раз дешевле иностранного. Пойдя по пути модернизации, на заводе освоили и новый способ сварки. Этот метод специалисты называют трение с перемешиванием. Швы на поверхности практически незаметны, новые технологии помогают оптимизировать процесс. Снижаются затраты, становится дешевле продукт. На фоне общего промышленного спада предприятия демонстрируют неплохие показатели. Сейчас его конвейер расходит более 100 моделей цистерн. Сталь высокопрочная, хотя толщина стенок не превышает и 3 мм. Это тоже на уха у завода. Из таких же сплавов собирают корпуса самолетов и скоростных поездов. Очень много оборудования завозится. И лазеров завезли. Вот недавно этот станок сварки трения и перемешивания только в том году собрали. То есть мы получаем сейчас за счет очень многих новых технологий, технологическое преимущество на рынке. Красят автоприцепы на предприятии тоже с использованием инноваций. Теперь за работу берутся не маляры, а машина. Аналогов этому роботу в России еще не придумали. Работать так быстро человеку не под силу. Умные техники специалисты помогают подбирать цвета. Дальше за дело отвечает компьютерная программа. Раньше в этих камерах краску на цистерны наносили при помощи вот такого пистолета. Процесс длительный, работа растягивалась на час. Робот со своими задачами справляется за 10 минут. Сейчас на предприятии намерены в разы увеличить производство. На колеса недавно поставили и новую модель контейнера для перевозки спирта. Прицеп оборудовали маячками и системой ГЛОНАСС. Собирать эту технику будут в новом корпусе. Он заработал с сегодняшнего дня. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. 16 июня отмечается День медицинского работника. В Чувашии около 30 тысяч человек трудятся в этой сфере. В Республике успешно работает программа модернизации здравоохранения, ставшая логическим продолжением приоритетного национального проекта здоровья. Общая сумма финансирования программы за два года составила почти 5 миллиардов рублей. На 53 объектах в 18 лечебно-профилактических учреждениях завершен капитальный ремонт. 100% санитарного транспорта оснащены бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. На 32 станциях и отделениях скорой медицинской помощи установлено навигационно-информационное оборудование для мониторинга и управления санитарным автотранспортом. В больницы Республики поступило более 2600 единиц оборудования. Рост заработной платы врачей и сестер по отношению к 2012 году составил 9%. Младшего медицинского персонала на 36%. Дополнительным стимулом для притока молодых специалистов на село стала программа «Земский доктор». В 2012 году владельцами сертификата на 1 миллион рублей стали 132 молодых специалиста. Наконец, впервые за последние 20 лет в Республике зарегистрирован естественный прирост населения. Ожидаемая продолжительность жизни составила 70 лет. Свои поздравления медицинским и социальным работникам направил и глава Чувашии. Поблагодарил за труд и доброту, которой они делятся со своими пациентами. И пожелал крепкого здоровья, оптимизма, любви, счастья и благополучия. Бич 21 века – сердечно-сосудистые заболевания. Чуваша сделала большой шаг вперед в профилактике лечения этого недуга. В кардиологическом центре Республики провели первые операции с применением нового высокотехнологичного оборудования. Теперь почти все сердечно-сосудистые патологии можно устранить, не выезжая в Москву и соседние регионы. Затем, как проходила одна из первых операций, наблюдала наша съемочная группа. Сердечно-сосудистые патологии среди прочих заболеваний жителей Чувашии занимают второе место. Новое оборудование поможет значительно сократить смертность от болезни сердца. Оборудование позволяет делать все виды хирургической помощи при нарушениях ритма сердца, включая самое тяжелое и самое сложное. Оно ничем не уступает зарубежным аналогам. Александр Аферкин находится в операционной в качестве консультанта. Лечение нарушений ритма сердца у пациентки он называет стандартной процедурой для федеральных центров России, которая стала доступна специалистам Чувашии. Суть данной процедуры – уточнить участок сердца, который вызывает нарушение ритма. Второй этап, а именно этот участок сердечной мышцы, в частности участок сердечной мышцы предсердий, будет, как мы говорим, изолирован. Очень надеемся, что в результате этой процедуры больной перестанут возникать вот такие приступы неконтролируемого сердцебиения, и она, надеемся, не будет нуждаться в постоянном приеме специфических антиритмических препаратов. Оборудование, поступившее в Центр кардиологии, ждали и тщательно готовились. Врачи Чувашии прошли обучение в крупнейших федеральных центрах страны. Результат налицо. Оборудование испробовано, пациентам оказана необходимая помощь. Пациенты хотят остаться дома, им лучше оперироваться дома здесь, когда помогают стены, когда приходят родственники, когда они более спокойны и уверены, и уже пройдя лечение именно на нашей базе, на базе нашего лечебного учреждения, они выписываются от нас, будут выписываться от нас здоровыми. Таким образом, мы можем сегодня лечить нарушение ритма в полном объеме, которое сегодня существует на уровне любого федерального центра. Первые операции на сердце прошли успешно. Пациенты пошли на поправку. Республиканский кардиологический диспансер заработал в полную силу и готов к приему новых пациентов. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня Всемирный день донора. Его проводят в день рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера. В 1930 году ему вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. В этом году отмечается 10-я годовщина Всемирного дня донора крови и проходит она под лозунгом «Подарите жизнь, станьте донором крови». Сегодня в республике прошла донорская акция. Все желающие сдать кровь попали в праздничную атмосферу. Море шаров, приятная музыка и улыбки доноров. Чувашия присоединилась к 4-й всероссийской информационной акции «Спасибо, донор», которая проходит с 10 по 16 июня. Естественно, донором может быть не каждый. Считается, что донор – это здоровый человек от 18 до 60 лет. Перед сдачей крови встреча с терапевтом, равно как и анализы крови для донора, обязательны и бесплатны. По словам врачей, доноры живут в среднем на 5-7 лет дольше, чем те, кто не сдает кровь и менее подвержены инфекционным заболеваниям. Напомню, в канун майских праздников был издан приказ, который возвращает денежные компенсации за сданную кровь. Эксперимент с бесплатным донорством не совсем удался. С 21 января, когда вступил в действие закон о бесплатном донорстве, с дефицитом крови столкнулись больницы по всей России. Сейчас человеку, сдавшему кровь, достаточно написать заявление и получить причитающиеся деньги вместо восстанавливающего силы обеда. Цена за 100 мл донорской крови – это 5% от прожиточного минимума в регионе. Ко другим новостям. Финансы вложили, жилья не получили. Обманутые дольщики – больная тема не только для Чувашии, но и для всей страны. Часто проблемами обманутых дольщиков вынуждены заниматься муниципальные и республиканские органы власти. Ситуацию, сложившуюся на жилищном рынке, обсудили на заседании рабочей группы по председательствам Ивана Маторина. Самыми проблемными на сегодняшний день являются два объекта в столице Чувашии. По проспектам 9-й пятилетки – позиция 3 и трактор строителей – позиция 11Б. Не позднее, чем этой осенью, оба дома будут выставлены на торги, по итогам которых будет определен новый застройщик. С участниками долевого строительства жилья проведут дополнительные встречи, беседы и собрания. Что касается других объектов, то как только будут внесены изменения в проектную документацию, строительно-монтажные работы начнутся на объекте по улице Фучика. В настоящее время без разрешения на строительство мы приступить к стройке не можем. Нам требуется проект в первую очередь для того, чтобы мы могли провести конкурс по подрядчикам на выполнение работы по постановлению коробки. Готовы начать в течение недели после того, как получим разрешение на строительство. По другим недостроенным домам ситуация более оптимистичная. В этом году долгожданные ключи от квартир в Чебоксарах должны получить 129 семей. 12 участников долевого строительства справят новоселье в новостройке по улице Урожайная. Дом растет на глазах. На стройплощадке ежедневно трудятся более 30 рабочих. Менее чем через полгода многоэтажка будет сдана. Еще на одном долгострое по улице Эльгера с осени 2012 года также возобновлена стройка. Сейчас работы идут с опережением графика. К концу года, обещают строители, дом доведут до ума. И 117 семей получат крыши над головой. По улице Чернышевского здание полностью готово к вводу в эксплуатацию. Документы на ввод домов находятся на утверждении в администрации города Чебоксара. В Новочебоксарске один из проблемных объектов. Дом по улице Южная. По словам главы администрации города Спутника, проблемы есть, но они решаемы. На объекте завершены работы на сегодняшний день по устроению кровли. Выполнена работа по монтажу фасадного газопровода, внутренняя разводка сети водоснабжения, проложенные сети водоснабжения. Осталось произвести испытания канализации, разводка сети электроснабжения, штукатурная работа мест общего пользования. Единственное, ориентировочный срок у нас несколько сдвигается на третий квартал. Остается вопрос с благоустройством прилегающей территории. Средства на ее обустройство планируется выделить из местного бюджета. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Многие автолюбители уже почувствовали на себе все прелести ремонта дорог, которые проводятся в городе. На днях реконструкция началась на проспекте Ивана Яковлева, от привокзальной площади до кольца на проспекте 9-й пятилетки. Дорожники будут вести земляные работы на площади 35 тысяч квадратных метров. На ремонт, по предварительным данным, понадобится полмиллиарда рублей. По плану в районе МТВ-центра уже этой зимой начнется строительство подземного пешеходного перехода. Его ширина 6,5 метров, а высота 2,5. Основную дорогу и примыкающую к ней территорию расширят, как и кольцо на Ромашке. На пересечении проспекта Мира и Ивана Яковлева появится кольцевая развязка. Предполагается, что обновление дороги решит проблему с пробками, с которыми столкнулись жители Новоюжного района. Необходимость реконструкции созрела давно. С этим, пожалуй, согласятся и водители, и пешеходы, и администрация города. Дорога по проспекту Ивана Яковлева перекрывается лишь частично. Движения общественного транспорта прекращаться не будут. Но это будет недолгое время. Администрация города приносит свои извинения за неудобства жителям города. Объехать этот участок можно будет по нескольким улицам. План объезда будет опубликован и на сайте, и города администрации. Базовый проезд, кусочек Ленинского комсомола, был отремонтирован еще в прошлом году. Местный проезд от 9-й пятилетки до Ленинского комсомола, по нему можно будет объехать. В этом году предполагается начать работы от Кольца до улицы Ленинского комсомола. И на остановке общественного транспорта пригородная этот вокзал. В подарок за причиненные неудобства к октябрю 2014 года горожане получат новую дорогу без пробок. Обещают в городской администрации. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Вокальный инструментальный ансамбль «Служу Отечеству» в очередной раз подтвердил свое мастерство на Всероссийском фестивале военно-патриотической песни «Щит России», который проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 12 июня. Более полусотни участников из 20 городов России боролись за право стать лучшими. Но первое место вновь досталось нашим землякам. Песня о десанте в исполнении Андреяна Павлова была удостоена звания лауреата фестиваля. Так же, как и авторская песня Андрея Барабанова «Звездный гимн». Песни получили почетное право быть исполненными на праздничном гала-концерте, посвященном Дню России. Музыка сопровождает Андрея Барабанова с самого детства. В пять лет он научился играть на балалайке и выучил первую песню. Но серьезно стал заниматься музыкой после службы в армии. Тогда рождались первые слова и мелодии песен. За плечами всех участников ансамбля служба в горячих точках. Есть девиз на песне «Строить и жить» помогает. Вот хочется добавить, что не только жить, но и выживать. Эта песня помогает, как тогда помогала в Афганистане. Помогает и сейчас в период службы, когда тяжело, много проблем. Берешь просто дома гитару и набираешь какие-то аккорды и просто хочется жить и творить дальше. Евгений Назаров самый молодой исполнитель в ансамбле. Еще в школьные годы он сбегал с уроков, чтобы попасть на концерты своих тогда еще кумиров. Он и представить не мог, что пройдет совсем немного времени и судьба сама откроет ему двери в ансамбль. Я сижу на дежурстве на телефоне, мне звонит Андрей Юрьевич. Евгений Назаров, можно, говорит? Я говорю, я слушаю вас. А не хотите ли вы стать наш коллектив? Для меня это было просто честью. С выбором Андрей Барабанов не ошибся. Теперь Евгений не просто исполнитель, но и автор многих песен. Он признается, что вдохновение ему преподносит сама жизнь. Бывают настроения, бывают случаи жизни, бывает по службе что-то происходит, и тут же сразу начинается песня. Когда мы поем песни, наш слушатель подходит после концертов и говорит, ребята, вы лучшие, вы молодцы, и у кого-то выступают даже слезы радости, слезы гордости, то, наверное, это самая высокая награда и высокая оценка. Совершенно верно, самая главная награда. Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни для ансамбля «Служу Отечеству» – это не предел возможностей. Они готовы покорять новые вершины, несмотря на то, что сердца многих людей уже заняты их уникальным и душевным творчеством. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Шестикратный чемпион Европы и шестикратный чемпион России – это в 14 лет. Юный каратист Никита Бала-Беловощев, воспитанник спортивного клуба «Будакан», вернулся из сербского города Крушевац, трижды победителя. В международном турнире по каратэ до «Ситакан» он взял бронзовые медали в личном первенстве среди мальчиков 9-13 лет в дисциплине «Кота» и «Кумите». Золотую медаль завоевал в командном «Кумите» в составе российской сборной. Секретом своего успеха Никита поделился с моими коллегами. В секцию каратэ Никиту привела мама, но в свои пять лет он уже и сам хотел заняться спортом. Сначала его тренировал Дмитрий Фомеряков, затем Вениамин Астраханцев. Сейчас с Никитой работают оба тренера одновременно. Тренировки для молодого человека не просто занятия, а ежедневный кропотливый труд. Отдыхает Никита только по воскресеньям и то, когда они готовятся к важным соревнованиям. В составе сборной России выступает уже седьмой раз. Соревнования проходили в Сербии, город Куршевац, с 23 по 24 мая. Участников было около 600 и участвовало 24 страны. Сейчас стал шестикратным чемпионом Европы и шести России. Но самая престижная для меня награда, как я лично считаю, это третье место в чемпионате мира на кубке Фуна Коши, который считается самым престижным по версии GK. Главный секрет успеха в любом деле – это любовь к тому, что ты делаешь и трудолюбие, считает Никита. Отдых на лето не планируется, только тренировки. Никита обладает, конечно, прежде всего, очень, скажем так, даром, талантом. Он схватывает все на лету. Ему не нужно там объяснять что-то очень долго. Двух лов, можно сказать, понимает. Это первое. Второе – он легко ориентируется по ситуации. В прошлом году Никита стал чемпионом по кумите в личном. До этого он тоже был чемпионом только в Кота. А в этот раз он отличился во всех категориях, где выступал. Это индивидуальная кота. Это комплекс упражнений индивидуальной кумите. Это непосредственно поединки. И золотую медаль он привел в разделе командной кумите. Это раздел 3 на 3, стенка на стенку. Ближайшее мероприятие – это чемпионат мира в Ливерпуле, куда Никита успешно отобрался. Будет выезжать уже в составе юношеской сборной России. Он будет проходить в сентябре. Мечтает Никита стать мастером спорта и тренировать детей. Но при этом собирается освоить и не совсем обычную профессию. Хочет стать геохимиком. Я хочу, во-первых, закончить школу с мастером спорта. Это тоже спортивная, так скажем, мечта. А совсем лично – это стать геохимиком. Потому что у нас в Чувашии нет еще ни одного геохимика. Ну, во-первых, мне нравится география, химия и физика. А в основном география и химия. А с этими профессиями мало что найдешь. Есть геодезис. Но по мне больше геохимик, особенно минеролог. Потому что он изучает состав земной коры. Также эта работа требует физической подготовки и в полевых условиях. Сейчас у Никиты коричневый пояс – уровень кандидата в мастера спорта. Если Никита покажет в 14 лет хорошие результаты на российских и международных соревнованиях, то станет мастером спорта уже в ближайшее время. Ему осталось пройти одну ступень до черного пояса. Дмитриев и Меряков прогнозируют, что это произойдет в ближайшие два года. А экзамен будет принимать сенсей из Японии. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Еще недавно донтисты в основном занимались лишь лечением и удалением. А сегодня от врачей требуется более тонкая, почти ювелирная работа. Уже более 10 лет на Всероссийском чемпионате стоматологического мастерства проходят выездные финальные конкурсы в номинациях «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов» в стоматологических клиниках разных регионов. В прошлом году звание чемпиона России по стоматологическому мастерству завоевала врач-стоматолог клиники «Дентомет» и «Щебоксар» Наталья Быкова. Стала членом жюри в новом чемпионате и привезла конкурс в столице Чувашию. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Стоматологическая клиника «Дентомет» не просто врачебная студия. Это инновационная площадка. Врачи-профессионалы. Это подтверждает отзывы пациентов, результаты Всероссийского конкурса в Смоленске и то, что стоматологи клиники в этом году вновь стали участниками чемпионата. Есть и другие серьезные достижения в работе, на которых останавливаться не собираются. Мы работаем с международной организацией по стандартизации стоматологии. Это с международным экспертом из Голландии. Они шесть раз приезжали к нам, шестой год. И мы внедряем в себя профилактическую стоматологию. Мы сейчас полностью хотим отказаться от металла. И изготавливать зубные протезы из безметаллной керамики. Это из диоксида циркония. Стоматолог-серапевт Анастасия – врач молодой и перспективной. По ее словам, она знала, на что идет, обучаясь непростому ремеслу. Помочь людям обрести красивую и здоровую улыбку – для стоматолога главная задача. Я решила, что стоматология более приемлема мне профессия, потому что именно это направление позволяет дать пациенту эстетичные результаты. Пациенты желают получить, обладать голливудской улыбкой. В первую очередь, конечно же, это позволяет сделать отбеливание зубов. То есть мы можем осветлить за одну процедуру у пациентов оттенок зуба на несколько тонов, до 80 оттенков. Эстетическая стоматология сегодня развивается стремительно. Соответственно, возрастают к ней требования, появляются новые техники. В этом году сложилось так, что кроме Москвы, все остальные финалисты представлены городами на Волге. Волгоград, Нижний Новгород, Уфач, Боксары, Кирв и Самара. Клиника «Дантомед», в которой мы находимся, проходит финал, уже несколько лет является инновационным центром стоматологической ассоциации России по Чувашской республике. Ну, и это не может не сказаться на условиях конкурса. Профессионалы клиники «Дантомед» могут подарить людям красивую и здоровую улыбку, даже если зубы сильно повреждены, разрушены и деформированы. Отбеливание зубов делает улыбку гораздо ярче. Эффект от отбеливания мгновенен. Кстати, в этой номинации лучшим врачом конкурса стала стоматолог этой клиники Анастасия Винокур. Она заняла первое место, в очередной раз подтвердив, что доктора клиники – профессионалы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...